привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить dark souls мы находимся в самом низу этих земель мы находимся в грид холлоу прошлой серии мы убили тут гидру я не знаю она тут возможно было как просто обычный монстр потому что драться с ней было не так уж и сложно она была конечно помощнее то с которым мы дрались первый раз то есть то я своими ударами сразу сносил там с одного-два удара в голову с этой же пришлось попотеть но это было скорее несложно просто отнимало больше времени теперь мы двигаем по этой локации она очень красиво тут играет красивая музыка и пока что я не вижу тут ни одного недоброжелателя только вон там какая-то непонятная хер шевелится даже две какие-то ракушки что ли да она большая касс я думаю по ракушке попадаю а нет смотри что ты мне дает ты смотри опасная ох ты че можешь да со здоровьем то у нее все в порядке не сказать что сложная но пара-тройка таких и все если одновременно то хач у тебя тут нет жемчужины случай а у тебя тут черепа офигеть так ну еще одна с ним просто нужно быть осторожны а так они не так страшно ты чё там спишь так спокойно тихо дорогой тихо без нервов все у нас получится спокойно блин да я боюсь к ней лицом стоит все хорош чуть я там такое а лично это нам пригодится если тут еще будут эти жабы которые будут нас проклинать как в прошлой серии прокляли нас в прошлой серии если кто не помнит так что моя фигурка там осталась стоять на веки вечные я потом пришел конечно и разрушил потому что это было печально так слушай там че то есть а я не утонули вроде пока нет на самом краю драконь чешуя да ёлы полу тут полно драконь чешуи мы за то время что здесь находимся уже сколько я подобрали то штук пять точно с помощью нее можно прокачать дрейк сворт но нафига нам это если дрейк сворт как оружие не особо хорош ну то есть на начальных уровнях если он там многим помогал то сейчас он уже как как говорится тихо 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 не надо падать сейчас он как говорится не торт уже на мой взгляд я не спец по данной игре я вообще играю в первый раз поэтому задрота если что меня поправит потому что многие вещи которые я просто физически не могу знать ну то есть когда я показал вот это вот место где я отдал свой весел лорд весел змею некоторые на меня накинулись что мол я отдал не тому и вторая концовка была бы другая при том что вторая концовка не лучше первая она просто другая что мол если бы я нашел другого змея и отдал ему то концовка была другая и это мне вменили в претензию на откуда я могу это знать у меня же слепое прохождение тем более что разница это особо я не чувствую если бы я что-то критично плохое там сделал а так ну не знаю хейтеры как говорится они всегда и везде так ты че там делаешь ууу да ты застрял а вот так так все ему не нравится похоже да ты не можешь выбраться что ли так нравится это говорит ты не загнался говорит пацан мальчик с голым пузом так ладно подлечимся пока спокойно все хорош я смогу туда выбраться нет у него там еще вроде ничего нет да ничего так дорога ведет нас туда но сначала нужно я думаю посмотреть что в этом стволе есть я просто его заранее зачистил чтобы если что он не подошел ко мне сзади когда я буду подниматься по этим узким кореньям лучшим бы мне этого не хотелось а вон и жабы ненавижу жаб то она такая хорошо аккуратненько я вижу много ништяков наверняка их хорошо охраняют да вижу он раз так спокойно отстрелялись оббомбились и теперь ааа валим 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 блин я был был очень близок к смерти дат блин блин она бы еще раз дыхнула и мне хана так все нет слабый тварь ну до чего неприятные это же вообще кошмар просто так как мне к тебе туда попасть сейчас будем разбираться мне нужно пропрыгать может прыжки здесь делать не очень удобно поэтому вполне может быть что придется в итоге пропрыгать ну да я знал что так будет с ним не покрутишься особо ну ладно здоровья хватает пока ой отпрыгнул бляха да что ж ты какой мощный то ааааа придурок отвяжись от меня я в этой игре у меня уже не любовь к грибам развелась тихо 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 спокойно дорогой здоровяк ой фу блин до чего живут душные ребята это какой то кошмар просто никогда бы не подумал что можно такие проблемы с обычными медленными врагами испытывать так что у нас здесь это что это такое нашел песок тут что ли или что это такое и что это нам дает да похоже ничего особо не дает да да мы просто круган сделали так ну давайте посмотрим тогда это возможно я смогу как то поднять ту блестяшку которая там наверху находится но честно говоря сомневаюсь потому что прыгать здесь не очень удобно ну то есть это вообще возможно но блин это я не знаю о кого то убили тут я не уверен что отсюда надо запрыгивать может как то вот так нет блин а как ее взять то что то ты в эту сторону прыгать ты не хочешь у нас так да это будет проблемой блин да уйдите вы мешаетесь еще вы мне обзор перекрываете да нет он просто не хочет запрыгивать невидимую стену что ли упирается да никак так ладно что еще тут можно придумать сверху тоже подступов никаких хрен знает может мне луком его надо просто столкнуть да нет блин я в замешательстве так давайте посмотрим знаете где на входе возможно там где то мы пропустили подъем какой то да нет вроде тут ничего нет ой только не упади пожалуйста да нет нифига ладно шут с ним возможно мы сюда попозже вернемся ну давайте посмотрим что нам несет это совершенно огромное какое то дерево то есть эти деревьев а смотри возможно мы оттуда вон по корням как то сюда придем и сможем спрыгнуть я не знаю посмотрим что нам это дерево несет с одной стороны приятное место с другой стороны какое то настолько чужеродное что комфортно тут себя особо не ощущаешь как то здесь не по себе от всего этого каким то маленьким себя ощущаешь тараканом натурально так ну ка мне показалось или тут куда мы вообще попадаем что это такое ладно куда то идем главное оно шевелится оно шевелится так ну так как тут бонфаер я думаю оно не такое агрессивное дракон я думал это какая то тля ой моль так ну ладно надо кстати зажечь этот костер давайте зажжем а потом уже к нему подойдем бережу на убог бережу давайте сразу зажжем на два хотя зачем одного хватит у нас там уже есть на два даже на три так это похоже новый ковенант принять бессмертный дракон да войти в ковенант я во сколько ковенантов уже вступал ни плюсами плюшками ни одного не пользовался как то это все меня проходило потому что я больше по прохождению сконцентрирован а не на всяких пвп там драгон ай драгон хедстоун а подожди это же этот сид бесчешучатый который в заставке был это про него говорили что ему можно хвост отрубить и он мол даже ничего тебе не сделает за это блин это такая игра в которой ошибки не прощаются если я сейчас что то не так сделаю то он то это решение будет уже короче хрен отменишь но это видимо оно ты не против? ладно так у меня наверное сил не хватит на этот меч грейтсворд там наверное 34 требуется прости меня за свой хвост так ладно кажется я так и не зажег теперь теперь я скорее всего сюда смогу перемещаться просто так ну ка а ну у меня 17 поэтому больше не дает так давайте посмотрим что мы в итоге получили драгон грейтсворд 390 офигеть так подожди я не посмотрел полностью твои статы 50 силы требует Да вы издеваетесь, что ли? Да, ну, выглядит он, конечно, внушительно. Ну-ка. Да, я его даже с двух рук, наверное, не потащу. Но. Так, ладно. Хорошо. Что дальше? Локация закончилась, что ли? Так. То есть дальше дороги нет. И все, больше сюда не зачем идти. Похоже на то. Так, ну ладно тогда. Что у нас еще осталось? А у нас остался... Пойдемте вообще, кстати говоря, Ван Орлонда в покое принцессы. Хотя зачем в покое? Ну ладно, раз уж пришли... Просто мы ее сейчас убивать не будем, не подумайте. Я хочу сейчас... Сначала тут у кузнеца говорят, что есть сундук за ним. До этого сундука добраться. И кроме того, там подальше бонфаер один. Отлично. Так, у тебя, говорят, говорят, что сундук за тобой, да? Так, что ты там вообще можешь? Что-нибудь нам что-нибудь интересное предложить? Щит. С помощью души бабочки. Кристалл линг щит. Нафига у меня такой... Вот это с помощью драгон скейла можно посмотреть, какой урон будет. Офигеть. Там на плюс пяти, наверное, к тысяче приблизится. Так, демон титанит. Я не знаю, ребята. Либо мне оставить его вот на хаусблэйд. Либо на самом деле... Давайте начнем им пользоваться. Чего уж будем голову ломать? Раз так много народа просит, то давайте им будем дальше пользоваться. Урон 318. Это, по-моему, хорошо. Следующий будет 344. Для этого нужно еще два демон титанита. Они нигде не продаются. Кстати, починиться надо. Но сначала мы возьмем кольцо, которое улучшает стрельбу. Так, подвинься, пожалуйста. И как я... И как я его возьму? Ага. Кольцо ястреба. Кольцо ястреба. Чего он дает? Оно дает, по-моему, лучшую стрельбу. Да, увеличивает радиус атак лука. Ну, я не так часто луком пользуюсь. Пока что не могу сказать, что мне это нужно. Теперь давайте починимся. Ой, нет, не надо нам ничего улучшать. Нам нужно починиться. Так, 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 так. Броню довольно сильно раскоцали. Особенно Арнштейна. И паладинску давайте починим. Хотя я тоже особо не пользуюсь. Но почему бы и нет. Так, с этим порешили. Теперь нам нужно спуститься вот тут вот. Вниз, вон туда. И пора уже приучаться к этому мечу. Раз так народ просит, будем пользоваться им. Ну, 318, конечно, прикольно урон. Доставляет. Так, подожди. Это было осознанно. Не подумайте, что я не смог вернуться. Мне просто пофигу было. Я сейчас не туда иду. Не идти у меня цели. Ну, что, передумали? Короче говоря, вон там внизу. Нам сейчас нужно рычаг передвинуть. Даже не вот тут или тут. Вот где-то подо мной. Вон, видите, там проход. Вот туда нам сейчас нужно. У нас есть кольцо. С этим кольцом мы сможем там... Я там уже был, но с этим кольцом мы там сможем что-то, какой-то секрет открыть, похоже, мне говорили. Я, правда, не помню, какое имя это кольцо. Но сейчас узнаем. Так, ладно. Вот и оно. Так, дальше. Что за кольцо нам нужно надеть? Вот это, что ли? По-моему, его. Оно улучшает магию, но у меня магии нет, поэтому оно у меня без надобности. Но, по крайней мере, вот здесь оно может нам помочь. Так, ну-ка, что это? Проезды сан. Я сделал это. Что ты именно сделал? Так, и что это нам дает? Может, я что-то не то делаю? Ну, кольцо точно то. Рыцарь спереди. Какой нафиг рыцарь спереди? А, эти, что ли, стоят статуйки небольшие. Кто-то прикалывался, похоже. Так, ну ладно. Я, честно говоря, не вижу. Каких-либо намеков на секрет я не вижу. Поэтому пофигу, что ли. Сейчас нам, по идее, нужно... Напишите мне кто-нибудь в комментариях, пожалуйста, что я упустил опять. Короче говоря, сейчас нам нужно... В этот... В академию, которая находится здесь повыше. Там я еще ни разу не был. Посмотрим? Дай дорогу. Дядя. Дорогу дай, дядя. Дядя. Надо было дорогу дать. Слабак. Так, ладно. Погнали дальше, короче говоря. Сколько я уже этих рыцарей бивал, это офигеть. Раньше как-то я их натурально боялся. Они были очень сильные, очень мощные. А теперь нет. Уже все. Перерос. Да вы издеваетесь, что ли. Не может быть. Так, ну-ка. Кольцо забыл. Ну, короче, все равно. Я его сейчас переодел, так что. Я думаю, это посильнее того, да, что было в Ангетбурге. Ныряйте. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, в таком коридоре с ним не хотелось бы драться. Спокойно. Ты не можешь сюда спуститься? Я думаю, он может сюда спуститься без проблем, поэтому... Лучше не будем на это надеяться. спокойно-спокойно с этим не получится бэкстеп что похоже на то так валим тогда валим я говорю валим без бэкстеба то с тобой будет скучновато драться надо сказать все равно у меня руки возвращаются к этому тихо 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 без нервов тихо а мне почему-то кажется что это я просто не могу так вот я стою у пердака ладно подходим так но выйти ты не можешь насколько я понял это меня радует чешки тогда еще сделать то ну давай да что ж такое что за день такой почему не могу ничего сделать а это ты урод что так что эдак но понятно что у него задница защищена в этот раз но блин я все таки надеялся что все равно что то можно будет сделать хрен с тобой молния все готов это было довольно не сложно потому что я знал на что он способен но тем не менее опасно так чё ты мне дал так чё ты мне дал шлем но не глупее конечно чем моя маска но так ладно тут возможно какие-то секретики могут быть по стенам поэтому повнимательнее будем смотреть так больше таких тут нет красивое место еще один можно тебя это подействует более-менее нормально да не рычи да наводись ты на него а спокойно а скотина поймал меня поймал так тихо тактическое отступление тактическое отступление не малейшего страха просто тактика просто тактика оаа хоо хоо придурок отвяжись от меня блин хо-хо хо-хо валим ох ох слабак ой хх-хо-хо хха-хо хх-хо твое мать это было страшно хх-хх-х я сж... чё-то жалость внутри аж Что, не нравится? Или недолёт? Ну, давай. Атакуй меня. 86. Да, что-то слабовато. Да, ты посмотри, что он делает. Это же вообще просто кошмар какой-то. У тебя тоже срака защищена? Ладно. Ладно, спокойно. Я понял. Ну, всё, успокойся. Фу, блин. Эти два Борова. Это не круто. Так. Спокойно, братюнь. Спокойно, тихо. Всё равно мало. Блин, ну, приходи ты быстрее в себя после этого удара. Я не знаю. Мне бы какой-нибудь молот. Хотя, подожди, у меня же была эта. Как её. Спокойно. Как она называется? Алибарда. Алибарда. Или не алибарда. Чё у меня там было такое? Вот это вот. Тихо, 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 тихо. Ну-ка, с двух рук-то я я... С одной-то руки я явно не смогу. Да и с двух тоже. Ладно, это нам ничего не даёт. Чем же тебя бить-то тогда? Только этим остаётся. Промазал, родной. Не попал. Не, против них копьё вот это оптимально. Но опять же, смотря где находишься, тут просто место такое более-менее безопасное. Ага, безопасное. Шо ж ты не сдохнешь, ты шкура. Давайте подлечимся. Блин, сколько они у меня уже... Эта парочка сожрала с меня. Сколько жизней-то. Специально атакуют, что ли, именно в тот момент, когда я атакую? Так, я надеюсь, больше там нету этих тварей? Запросто, может быть, ещё один или два, или даже побольше. Ну ладно, как бы там ни было, потихоньку справляемся. Но именно, что потихоньку. Это натуральное мучение. Вот и бонфаер. Так, ну что, опять человечность тратить? На тебя. Ну, я думаю, для старта у бонфаера на этой локации не жалко будет потратить парочку человечностей. Потому что это один из основных, насколько я понимаю, бонфаеров. Отлично. Так, раз. И два. Подожди, почему плюс 15? Я сколько их использовал? А, ну, ну ладно. Хватит. Всё нормально. Всё по плану. Это что у нас вообще за помещение-то такое? Слово, можно сказать. Вроде как Академия называется эта локация. Так, это что? Это не двигается. А это двигается? Двигается. Так, копье, по-моему, можно снять уже. Вместо него поставить наш новый меч. Я так понимаю, что вот это лифт, а этот, вот этот рычаг, он его призывает, а вот этот поднимает. Нехило мы так поднялись. Это кто там такой? Бежит непонятный. Ты кто? Ты опасен? Судя по силе ударов, довольно опасен. Да, и судя по тому, сколько им урон наносится этим мощным мечом. Так, ладно. Придётся с вами попариться, короче говоря. Тихо, тихо, спокойно. Да. Так, там ещё один, что ли? Ой, там ещё и этот. Ну тот-то вообще сложный, наверное. Блин, да как ты заколебал-то уже? Тихо, 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 тихо. Так. Ну живой, конечно, ещё. Да, тут придётся попотеть, похоже. Довольно серьёзные враги. Да ты запаришь уже архивы. Да, блин, ёлой-палой. Так. Ну по четыре удара-то, конечно, да. Так, сейчас мне вот этого засранца надо было убить. Да я не то хотел. Ах, так. Меняем на лук свой. Так. Хорошо. Красивое место, но, судя по всему, смертоносное. Так, ну шо, поп? У меня что, самое кольцо надето, да? Да. Попадаешь? И я не попадаю. Так. И ты попадаешь. Короче говоря. Забегаем, рубим. Там вроде больше никого приспешников пока не видать. Да наверняка он, вон, блин, они на лестнице, их полно. Блин, лучники ещё. Ой-ой-ой, тут натуральный арт-обстрел. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Блин. Геморрой какой. Хорошо. Давайте с простреливаемой территории уйдём. И потихоньку осматриваться начнём. Блин, тут библиотека огромная просто. Блин, сейчас они будут меня тут стрелять. Мне печаль-то. Бежит. Да ты чё творишь-то? С этим мечом по-новой надо приучаться к бэкстебам. Больно уж он медленный. Ты чё? Ты куда? Странно это всё. Ну давай, ёлка-пала. Теперь он застрял. Я по нему попасть даже не могу. Тихо. Блин, ты откуда взялся? Убил, нет? Опять не убил. Хорошо. Душа. Душа. Запаришься, бляха-муха. Неспокойно. Если такого оставим позади себя, явно будет неспокойно. Постоянно будешь думать, а не прилетит ли сейчас со спины чего-нибудь. Так, это у нас ещё один лифт, похоже, какой-то что ли. Или не лифт, потому что уже лестница есть. Так, тихо. По-моему, один у нас... А нет, они оба лучники. Ложь. Нормально. Блин, ну удары у этого меча, они неплохие. Но к ним привыкать, конечно, придётся. По-новой опять. Так, чё у нас там по времени-то? В принципе, серию пора бы уже прекратить. Ну и давайте прекратим. Почему бы и нет? Потому что... Если серия будет больше 40 минут, то она потом будет очень долго обрабатываться. Вы сами запаритесь потом ждать, пока она выложится на YouTube. Опять будете в комментариях там писать, чё так долго, к ужину посмотрим. Так что, в общем, вот такие дела. Лучше мы её сейчас прекратим. В следующий продолжим пробираться дальше. Я думаю, что здесь ещё порядком придётся побегать. И надо сказать, что здесь довольно-таки не просто всё. Но, тем не менее, меня эта локация радует, она интересна. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok